всем привет друзья как вы могли заметить на моем канале сейчас много роликов о второй годовщине игры state of survival и в комментариях я часто читаю что игра стала похожа на работу и отнимает слишком много времени но я пожалуй не соглашусь по крайней мере на основе того что я видел на тестовом сервере я могу сказать что не будет четкого расписания как это было например с раскопками в мигу когда к примеру ты проспал нужный час то терял свое хорошее место в рейтинге все события годовщины связаны с нашей ежедневной активностью в игре например убийство зараженных и нечестивых мы с вами убиваем их каждый день также на одном из этапов предстоит убить 5 особых нечестивых это недолго их не нужно искать по карте и тратить на это уйму времени можно одновременно создать 5 рейдов и выйти из игры а потом уже собрать награды а на следующий день предстоит пять раз ударить стража дирижабля это тоже быстрое действие главное выбрать правильную формацию чтобы нанести максимальный урон я думаю что страж похож на жнеца а как правильно уничтожать жнеца я говорил в одном из своих роликов что же касается утробы голгора нового события которое многим напомнило зону заражение я провел несколько боев на тестовом сервере и потратил на это примерно около часа и это с учетом того что я старался вникнуть в суть происходящего чтобы сделать для вас максимально информативный ролик самый долгий наш бой длился 32 минуты и только потому что мы проверяли а что будет если не бить голгора рейдами если не спасать товарищей по команде и так далее лично я рад что в игре появляется много событий с хорошими наградами активные игроки наконец-то получают больше плюшек за потраченное время к тому же все эти нововведения порождают горячие обсуждения внутри моего союза и не только мы начинаем придумывать стратегии прохождения и с нетерпением ждем чего-то нового потому что бункера и капитолий уже не вызывают былого интереса а сейчас я бы хотел рассказать вам что за войска т12 вдруг появились в игре как вы уже могли узнать некоторым из вас был доступен новый вид отрядов он был закрыт недоступен для исследования и так далее а снизу имел цифру 11 и сразу отвечу нет друзья нам не водят новый тип войск многие предположили что это войска т12 но это не так новые недоступные войска это как раз те самые бойцы о которых я говорил вам в ролике об утробе голгора повторюсь на тестовом сервере в самый первый бой я сражался с войсками т11 8 звезды и сегодня многие игроки заметили их в своих обучающих строениях пехота это спецотряд щит наездники спецотряд патруль и охотники спецотряд снайперы именно они помогут нам самой первой битве а пройдя вступительный бой мы с вами будем сражаться только нашими войсками и вспомним о тестовом сервере такие глобальные нововведения как новые плазменные уровни герои или же новые исследования и войска сначала проходит обязательное тестирование я не думаю что когда-нибудь случится такое что мы проснемся с вами утром после битвы за капитолий и узнаем что нам вдруг очень неожиданно вели 15 звезд ну что ж друзья я желаю нам всем дождаться 6 сентября и посмотреть какое расписание празднования годовщины нам подготовили разработчики я уверен что без подарков не останется никто подписывайтесь на мой канал ставьте лайки и пишите комментарии берегите себя всем пока